Здравствуйте, дорогие друзья канала Доктор Онлайн. Я Андрей Ракицкий и я рядом с вами. Мир, в котором мы живем, изменился. Каждый день мы испытываем стресс и ощущаем на себе воздействие негативной энергии. Мы впитываем огромный объем отрицательных вибраций, исходящие из плохих новостей, которые мощным потоком изливаются на нас с телевизионных экранов и из интернета. Мы вынуждены жить, испытывая беспрецедентный по силе психологический прессинг. Наши негативные реакции на происходящее и наши тревоги постепенно захватывают наш мозг и глубоко проникают в наш организм, вызывая чувство подавленности и заставляя нас страдать. Мы испытываем состояние неопределенности и это усугубляет ситуацию. Словно белки в колесе, наши мысли вновь и вновь бегут по запнутому кругу плохих новостей. Это выводит нас из состояния равновесия и вызывает чувство психологической усталости, увеличивает нашу раздражительность и повышает агрессивность. Существуя в таком информационном пространстве, мы должны предпринять все, что от нас зависит, чтобы защититься и сохранить свое психическое здоровье. Страх и паника не менее, а может быть даже гораздо более опасны, чем новый вирус. Недавно в интернете мне попался на эту тему очень смешной еврейский анекдот. Бог наслал на людей за их грехи эпидемию, но пообещал раввину, что в итоге умрет не более пяти тысяч человек. Когда же эпидемия закончилась, оказалось, что погибли более пятнадцати тысяч. Раввин обратился к Богу. Как же так, Господи? Ты же обещал забрать жизни только пяти тысяч. На что Бог ответил. Я и забрал пять тысяч. Остальные умерли от страха. Помня об этом, мы обязаны ежедневно очищать себя от застрявшего негатива и подавляющих нашу психику энергетических вибраций. Мы должны снизить колебания настроения, чтобы сохранить свою жизненную энергию, а не растрачивать ее впустую. Для этого я призываю вас отказаться от просмотра новостных программ и видеоблогов о пандемии. Визуальный ряд и музыкальное сопровождение плохих новостей повышают агрессивность подачи негативной информации и усиливают ее психотравмирующее воздействие на организм. Не смотрите новости, но можете читать их. Вообще, старайтесь избегать видеоинформации в эти дни. Пусть вашим главным развлечением станет не просмотр ТВ или зависание в соцсетях, а чтение книг. Читая, мы погружаемся в сюжет более глубоко и более эмоционально, чем при просмотре фильма. И это защищает нашу психику от внешнего негативного воздействия. При просмотре даже нейтрального видео наше внимание невольно будет выхватывать сюжеты, ассоциирующиеся с существующим негативным новостным фоном и переключать мысли на реальные события. Попробуйте одновременно читать несколько разных книг, постоянно переключаясь между ними. Что-то для образования, что-то для саморазвития, что-то для развлечения. Этот прием разнообразит ваше чтение и станет прекрасной тренировкой внимания, памяти и эмоциональной сферы. Займите свой разум чем-то реальным и понятным. Придумайте для себя какую-либо простую работу по дому. Например, разберите свои вещи, наведите порядок в своих шкафах, перечистите обувь. Займитесь тем, что постоянно откладывали на потом. Почините что-то. Что-то, что давно собирались починить. Сделайте что-то нужное в хозяйстве своими руками. Вообще работа руками отлично разгружает мозг от негативных мыслей и эмоций. Осваивайте новые знания. Запишитесь на интересные и важные для вас онлайн курсы. Сейчас многие из них продаются со скидкой. Займитесь изучением, например, иностранных языков. Пополните свои знания в области IT-технологии. Задумайтесь о новой профессии, которая позволит вам зарабатывать деньги в интернете. Сегодняшняя ситуация открывает массу новых возможностей. Не зря у китайцев иероглиф, обозначающий кризис, одновременно означает и новые возможности. Кто знает, может быть дни, проведенные в режиме самоизоляции, это ваш шанс кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Начните заниматься духовными практиками и медитациями. Возможно, вынужденная самоизоляция это келья, которую вам дали свыше, для того, чтобы вы смогли разобраться со своими проблемами, по-новому взглянуть на себя, на свою жизнь, стать собой, увидеть пути, по которым нужно двигаться дальше. К тому же медитативные практики – это прекрасный способ улучшить свое здоровье, укрепить иммунитет, избавиться от накопившегося стресса, выйти из-под психологического пресса негативных новостей и обрести психологическую защиту перед ними. Используйте медитации, размещенные на моем канале. Их много. Они доказали свою эффективность времени. Под этим видео, в первом закрепленном комментарии и в описании, я дам список некоторых из них. Особо хочу выделить сеанс «Победа над раком». Пусть вас не смущает название. Этот сеанс мощно мобилизует защитные силы организма и настраивает систему распознавания свой-чужой, – что повышает эффективность уничтожения в организме чужеродных клеток, а наряду с ними и вредоносных бактерий и вирусов. К тому же этот сеанс формирует правильное отношение к болезни. Причем не только к раку, но и вообще к любому другому заболеванию, страх перед которым парализует нашу боль. Занимайтесь творчеством. Это активизирует ваш природный потенциал, а заодно с ним способность вашего организма противостоять агрессии внешнего мира. Роль творчества в качестве мощной психотерапевтической техники хорошо известна. Даже при наличии серьезных психических проблем творчество помогает скомпенсироваться и социально адаптироваться. Попробуйте раскрыть в себе заложенные природой таланты. Они есть у вас и их много. Начните рисовать, вести дневник, что-то мастерить, вышивать, вязать на спицах. Делайте все, что доставляет вам радость и удовольствие и отвлекает от негативного фона информационного. Регламентируйте свое время, введите распорядок дня и старайтесь следовать ему. Включите в этот распорядок обязательные занятия спортом или физкультурой. В условиях самоизоляции это жизненно важно. Сделайте акцент на приседаниях. Мышцы ног – самые крупные мышцы нашего тела. Заставляя их работать, вы поможете сердцу, улучшите кровоснабжение и поспособствуете увеличению производительности красного костного мозга, который начнет создавать все больше и больше B-лимфоцитов, макрофагов, плазмоцитов и других элементов клеточного иммунитета. Если вы молоды душой, то танцуйте. Танцы – это прекрасная замена спорту, плюс мощная психотерапевтическая техника, которая избавит вас от хандры, повысит ваше настроение. Помните, что у страха глаза велики. Не думайте о тех проблемах, которые могут возникнуть в вашей жизни из-за пандемии. А если не можете не думать, отложите их решение на потом. Я уверяю вас, что с вероятностью 90% их вовсе не случится. Попробуйте изменить свое отношение к происходящему. Представьте, что все, что связано с эпидемией – это игра или учение. Что это новый опыт, который повысит вашу жизненную стойкость и даст новые знания. Что, принимая участие в этой игре, вы взаимодействуете со всем человечеством, включаетесь в мировое биополе, становитесь участником движения сопротивления. На вашей стороне все лучшие силы планеты, все выдающиеся ученые, врачи, учителя, духовные наставники. На вашу победу работает вся экономика мира. Все лучшие умы человечества с вами в одном строю. И даже сама природа за вас. Ведь недалеко то время, когда на планете начнется астрономическая весна. А это значит, что мы приблизимся к Солнцу настолько, что станем досягаемы для особых ультрафиолетовых лучей, способных уничтожать вредоносные вирусы и близнетворные бактерии в нашей атмосфере. Что может противостоять этой силе? Подписывайтесь на канал. Я заметил, что 50% тех, кто его смотрит, не подписались до сих пор. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Поставьте лайк и напишите комментарий. Эти простые действия повысят рейтинг данного видео, что позволит увидеть его гораздо большему количеству людей. Оставайтесь с нами. Я желаю вам здоровья. Ну и напоследок. Вспомните о том, что все эпидемии в истории человечества, какими бы страшными они ни были, заканчивались. Закончится и это. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok